Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Тихонова Полина, и сегодня я решила снять для вас очень интересный ролик, в котором я хочу поделиться подборкой из 8 фильмов, которые я рекомендую вам посмотреть. Скажу сразу, что это фильмы исключительно на мой вкус и цвет. Фильмы, которые произвели на меня самое большое впечатление, как и от ужаса, так и от шока, так и от смеха, так и от всех других разных эмоций. Скажем так, я хрень не посоветую, рекомендую вам действительно те фильмы, которые мне очень-очень понравились. Погнали! Первый фильм, который я рекомендую вам посмотреть, это «Солнцестояние». Фильм для меня один из самых ебанутийших фильмов, которые я смотрела в своей жизни. Просто ебанутий нет и не будет. Я смотрела его три раза, и хочу вам сказать, что все три раза у меня были просто вот такие вот эмоции. Блядь, это пиздец. Сразу предупреждаю, что психика должна быть устойчивой, потому что действия, которые там происходят, они очень ужасающие на самом деле. Жанр это фильма ужас, трейлеры. Краткий сюжет. Группа людей приезжает на один очень древний старый обряд, который проводят люди. Такой прям традиционный. Собственно говоря, на этом обряде начинается все, весь замес. Второй фильм, который я хочу вам посоветовать, это «Комедия». Одна из самых лучших комедий и одним из самых моих любимых актеров. Это «Всегда говори да» комедия с Джемом Кэрри. Немного социальная даже комедия, которая показывает нам, что когда в нашей жизни мы говорим «да», мы говорим большинству и почти всему мы говорим «да», наша жизнь меняется фантастическим образом. И новых крутых у нас эмоций много, людей рядом, да и в целом очень крутых событий. Очень крутая комедия, очень она легкая. Джем Кэрри вообще отдельное сердечко моем сердце занимает. Я когда была маленькая смотрела только с ним фильмы и комедии. Поэтому рекомендуем вам посмотреть этот фильм. Ну а мы посмотрим трейлер к этому фильму. Третье фильм, который я хочу вам порекомендовать, называется «Обитель теней». Тоже одним из моих самых любимых актеров. Брэдли Коппером. Он такой прям вообще. Секси. Этот фильм про таблетку, про наркотик, который молодой человек решил употребить, потому что его жизнь начала катиться немного вниз, творческий процесс этого человека тоже начал катиться вниз. В его жизни появляется человек, который предлагает ему вот такой вот наркотик. Говорит «попробуй». Типа это вообще просто вау. Усиливают работу мозга. Что происходит вследствие? Да, таблетка работает и действительно мозг работает на все 100%. Если человек, ну вот мы используем с вами мозг на 5 или на 10%, или может быть 20, я не знаю, ну в общем маленький, короче, процент, то в фильме мозг работает на 100%. И этот фильм мне запомнился тем, что он действительно помогает понять тот факт, что если наш мозг будет работать на все 100%, то мы можем сделать абсолютно все. Мы можем быть сверхчеловеком, мы можем знать все знания, мы можем очень хорошо все запоминать, мы очень можем хорошо все слышать, все видеть, и можем реально быть сверхгибридом человеком. Очень классный фильм, помогающий понять то, что нужно развивать наш мозг и работать над нашим мозгом, потому что это одно из самых главных составляющих в нашей жизни. Ну а мы посмотрим трейлер. Четвертый фильм, который я хочу вам порекомендовать, он называется «Голодные игры». Этот фильм мы посмотрели вместе с моим молодым человеком. Фильм, который очень сильно мне понравился по своей сюжетной линии и по актерской игре, да и в целом по всей составляющей. Фильм про выживание, если говорить кратко, и очень такой любимый формат, наверное, многих. Тем, что определенную группу людей собирают в определенном месте, и они вот играют на выживание. Только один может остаться в живых, и тот, кто выигрывает все вот это вот и не остается кем-то убитым, тот и проходит и выигрывает. Собственно говоря, в этом вся фишка этого фильма. Но помимо этого, там очень много всего интересного. И почему происходит вообще вот это вот выживание, почему кто-то должен выживать, умирать, это все посмотрите в фильме. Очень интересный сюжет и очень-очень-очень-очень интересно. Пятый фильм, который я вам рекомендую посмотреть, я думаю, даже смотрели его очень многие, это «Мальчишник в Вегасе». Тоже комедия с Брэдли Купером, и если вы еще не смотрели, то вы очень-очень многое потеряли в своей жизни, вы даже не представляете, насколько многое. Это одна из моих самых любимых комедий, или, наверное, самая любимая комедия, и я в целом обожаю формат таких фильмов. Как вы уже понимаете по названию фильма, друзья, парни отправляются отмечать «Мальчишник». И в этом фильме тоже несколько серий, и все серии очень интересные, каждая часть очень интересная, и поэтому рекомендую обязательно этот фильм. Типа, знаете, молодые друзья, которые, так скажем, отправляются на «Мальчишник» в Вегас, где происходит весь лютый замес, так сказать. И очень прикольно, очень интересно на все смотреть, потому что настолько все по-тупому, но это настолько смешно, что заставляет влюбиться в этот фильм. Одному фильму я оставлю бесконечные лайки. Пятый, вроде пятый фильм, который я вам рекомендую, это «Зеленая книга». Этот фильм не для любителей каждого, но этот фильм очень хорошо отображает социальную проблему, которая была раньше. Проблема между темнокожими и белокожими, когда раньше темнокожих людей очень сильно травили, унижали и в целом вставляли их вторым сортом. Фильм про это, фильм про одного очень талантливого, вроде музыканта, который был единственным черным в своем таком духе. Очень классная актерская игра, очень классные персонажи в этом фильме, и фильм, который заставил меня поплакать. И в целом очень такой добрый, домашний фильм, и я очень-очень люблю этот фильм. Мне очень-очень нравится, он очень такой добрый и с очень хорошим смыслом. Поэтому очень вам его рекомендую. Шестой фильм, который я вам советую посмотреть, называется «Судная ночь». Обожаю этот фильм, сюжет просто ебанутый, и мне бы хотелось еще посмотреть этот фильм. И в этом фильме тоже несколько частей. Это прям вообще... В общем, сюжет. Это, наверное, один из самых ебанутых сюжетов, который можно придумать. И в целом, я думаю, каждый, может быть, это в своей голове фантазировал. Раз в год по всему миру проводится зачистка населения. Скажем так, или не зачистка, но в общем, раз в год проходит «Судная ночь», когда каждый желающий человек может убить любого человека. Любой человек может делать все, что он хочет, верить абсолютно любой беспредел. И из-за этого ничего не будет, ничего. Скорая, полиция в этот день не работают. И сам формат вот этого ужастика, трейлера, триллера достаточно такой интересный. И я в целом люблю фильмы с мясорубкой, так скажем. По-моему, там три части. Я посмотрела все три. И все три очень крутые. Если вы любите мясорубку, то я очень рекомендую вам посмотреть этот фильм. Следующий фильм, который я вам рекомендую, называется «Секрет». И это реально самый настоящий секрет. Фильм про подсознание. Фильм про то, как благодаря нашим мыслям мы можем привлечь в нашу жизнь то, о чем мы мечтаем и то, о чем мы хотим. Сразу скажу, что этот фильм посмотрела я два года назад. И даже если вы далеки от эзотерики, от понятия, что такое вселенная или от Бога, то ничего в этом страшного нет. Потому что я посмотрела этот фильм два года назад. И тогда я вообще еще не была, так скажем, такой просветлённой, какой я являюсь сейчас. Но мне сразу все стало понятно. И я такая сходу, да, это правда так. Мы привлекаем в нашу жизнь то, о чем мы мечтаем. Если я хочу быть самой известной девушкой, то я должна об этом мечтать. И это придет в мою жизнь. И сразу же после просмотра этого фильма я прочитала книгу «Подсознание может все», так сказать, закрепила. И убедилась в том, что наши мысли материальны. И мы привлекаем в нашу жизнь то, о чем мы мечтаем. На самом деле я назвала вам все те фильмы, которые ко мне пришли первые в голову. Не стала слишком глубоко рыться, копаться, чтобы вам посоветовать. Посоветовала вам только то, что мне действительно понравилось. И то, что я вам действительно советую посмотреть. Если вы хотите подборку классных сериалов от меня, то пишите в комментариях. Я сделаю подборку из сериалов. И если вы хотите вторую часть про фильмы, то тоже пишите в комментариях. Ну а с вами была я, Полина Тихонова. Всем большое спасибо за просмотр. Я вас очень люблю.